МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Романы рассказали, кто победит в футболе и на выборах. Пострадавшие от урагана и наводнения регионы Германии приходят в себя после удара стихии. Размытые дороги, обвалившиеся мосты, стертые с лица земли дома и руины. Такая картина предстала перед людьми, вернувшимися в свои дома. Это похоже на фильм ужасов. Повсюду вода, руины, обломки. Мы не могли в такое поверить, а вот теперь все увидели своими глазами. Как тут определишь ущерб? Все сломано, все залито водой, все уничтожено. Местные власти пытаются подсчитать ущерб, который нанес ураган, обрушившийся на юг страны. Однако пока это удается с трудом. В некоторые районы доступа нет. Дороги размыты, мосты уничтожены, а многие подходы просто завалены вырванными с корнями деревьями. Мэр городка Браунсбах говорит, что спасти дома многих жителей просто невозможно. Оставшиеся от них руины, вероятно, придется сравнять с землей. Больше всего пострадали частные дома, коммуникации. Там полностью пришли в негодность. Ремонтировать тут нечего. Придется все сносить и строить заново. Сейчас работает тяжелая техника, все расчищаем, люди сплотились, все вместе. Каждый делает, что может. Но без поддержки федеральных властей мы сами, конечно, не справились бы. У нас жителей-то всего 2000 человек. Шторм Эльвира, который пронесся по югу Германии, унес жизни четырех людей. Еще несколько десятков людей госпитализированы, а несколько человек считаются без вести пропавшими. В среду в зонах пострадавших от урагана ждут с визитом губернатора земли Баден-Гюртенберг Винфрида Кречмена. Следственный комитет и власти Кузбасса заявляют, что при обрушении подъезда жилого дома в Междуреченске никто не погиб. Погибших нет. Трое пострадавших, из них один тяжелый, сказала помощник руководителя Следственного комитета по Кемеровской области Надежда Ананьева. В больницу доставили 47-летнюю женщину и пожилого мужчину. Еще одного пострадавшего обнаружили позже. Он находится в тяжелом состоянии. Информацию Следственного комитета подтвердили и местные власти. По их словам, погибших нет, а возможно, что нет и никого под завалами. Ранее они сообщали об одном погибшем, троих раненых и одном человеке, которого пытаются извлечь из-под завалов. Обрушение произошло еще вчера вечером, но известно о нем стало только сегодня. На месте работает штаб по расследованию причин происшествия под руководством губернатора. Завалы разбирают 504 человека и 84 единицы техники. Работы будут идти круглосуточно. Жильцов поврежденного здания расселили по гостиницам. Дом не был аварийным, утверждают местные власти. По предварительным данным, возможной причиной обрушения стало нарушение техники безопасности при проведении ремонта в магазине на первом этаже. Следователи уже возбудили по факту ЧП уголовное дело о нарушении правил безопасности при строительных работах. Строители, проводившие ремонт, задержаны. Проверкой того, соблюдались ли при строительных работах правила безопасности, занялась также генпрокуратура. Руководство магазина, в свою очередь, заявило, что в рухнувшем доме строительные работы не велись. Администрация утверждает, что собственник делал косметический ремонт снаружи здания, штукатурил и красил стены. Вторник, 31 мая, стал первым днём работы Надежды Савченко в качестве депутата Верховной Рады Украины от партии Батькевщина. Открывая сессию, председатель парламента Андрей Порубей назвал 25 мая историческим днём освобождения героя Украины Надежды Савченко из российского плена и приветствовал её в зале заседаний Верховной Рады. Осуждённая в России на 22 года тюрьмы, Савченко поблагодарила всех, кто способствовал её освобождению. Она попросила прощения у соотечественников, чьи близкие погибли, защищая Украину, и предостерегла коллег-депутатов. Я не дам вам забыть, вам, кто сидит в этих креслах в Верховной Раде, про тех парней, которые отдавали свои жизни за Украину на Майдане и продолжают сейчас умирать за неё в Донбассе. Савченко подчеркнула, что ничто не забыто, никто не забыт и ничто не прощено. Народ Украины не даст нам сидеть в этих креслах, если мы будем его предавать. Украина превыше всего, а для нас, для тех, кто сидит в этом зале, Украина превыше жизни каждого из нас. Первое своё выступление с трибуны парламента Савченко завершила пением национального гимна. Как она и обещала, вернувшись в Киев, она сняла с трибуны свой портрет и повесила на его место плакат с изображениями задержанных в России украинцев и лозунгом «Свободу узникам Кремля». Массовые демонстрации в Стамбуле. Несколько сотен протестующих собрались в центре города. Они хотели попасть на территорию парка Гизи, в котором три года назад в этот день начались массовые протесты с требованиями отставки Эрдогана. Но дорогу демонстрантам преградила полиция. Эрдоган критиковал власти Франции за то, как они обращаются с протестующими, а сам не пускает нас в этот парк. Он противоречит сам себе. Мы не понимаем, чего он боится. Не понимаем, почему мы не можем туда попасть. Он ввел фашистские запреты, пытаясь защитить свою власть. Он нас не пустил. Мы не хотим крови, и поэтому мы уходим с миром. Увидев, что парк окружен полицейскими, большая часть протестующих не стали пытаться прорвать кордон. Они прошли маршем по центру города и отправились по домам. Тех, кто все же пытался попасть в парк, задержали. Три года тому назад полицейские силой разогнали экологов, проводивших в парке Гизи акцию протеста. Применение силы тогда вызвало возмущение у десятков тысяч жителей Стамбула. Они заняли площадь Токсим и в течение двух недель выдерживали противостояние с полицией. Тогда во время столкновений погибли шесть человек – полицейский и пятеро протестующих. В Бельгии бастуют госслужащие. На работу не вышли сотрудники госсектора южной части страны и столицы – Брюсселя. Они выступают против политики жесткой экономии. В частности, протестующих возмутило сокращение финансирования бюджетных организаций, повышение пенсионного возраста и планы правительства по увеличению продолжительности рабочей недели. Из-за акции протеста на дорогах с утра образовались пробки протяженностью свыше 200 километров. Общественный транспорт ходит с перебоями, и желающих воспользоваться им явно больше, чем мест. Я понятия не имел об этом. Я знал, что бастуют во Франции, но не слышал никакой информации о том, что такое же происходит и здесь, в Брюсселе. Не так уж это и страшно. Я просто приехала на метро заранее, еще утром, чтобы быть уверенной, что вовремя сумею добраться до вокзала и успею на свой поезд. У меня билеты на французский поезд, так что меня забастовка не заденет. Накануне забастовка железнодорожников в Волонии также блокировала движение поездов и автотранспорта. Оператор высокоскоростной железной дороги Евростар сообщил, что поезда компании работают в обычном режиме между Лондоном и Брюсселем, в то время как оператор Талис отменил сообщения между Брюсселем и Парижем, а также все поезда из Брюсселя в Германию. Трое беженцев из Пакистана арестованы в Дармштадте по подозрениям в домогательствах. Нападение на женщин они совершили во время музыкального фестиваля Шлос Граббинфест, утверждают потерпевшие. Всего с аналогичными жалобами в полицию обратились 18 девушек. По их словам, злоумышленники действовали по одной схеме, окружали их и начинали к ним приставать. Нападавших описывают как молодых парней южноазиатской внешности. Троим задержанным выдвинули официальное обвинение в домогательствах, затем их отпустили до начала судебного разбирательства. Остальных возможных нападавших полиция пока не нашла. Напомним, в Терне в новогоднюю ночь нападением подверглись более тысячи женщин. В Германии отмечают рекордно низкий уровень безработицы. Об этом свидетельствуют данные Федерального агентства по трудоустройству. В мае количество желающих трудоустроиться резко упало и сейчас составляет чуть более 3%. Сейчас в Германии изрегистрированы 2 миллиона 600 тысяч безработных. Это на 80 тысяч меньше, чем в апреле, и почти на 100 тысяч меньше, чем в мае прошлого года. Мы наблюдаем рост занятости почти во всех секторах экономики. Наиболее активно он происходит в сфере здравоохранения, а также предоставления социальных и экономических услуг, в частности торговли. В конце лета на немецком рынке труда ожидается наплыв беженцев, считают экономисты крупных немецких банков. Немецким центрам занятости они советуют настроиться на усиленную работу. В ближайшие месяцы многие беженцы, прибывшие в ФРГ в прошлом году, пройдут процесс предоставления убежища и будут становиться на биржу труда. Эксперты ожидают, что ежемесячно за работой будут обращаться до 20 тысяч новых соискателей. Экономика Германии сейчас стабильна и развивается даже лучше, чем ожидалось. Поэтому большинство из этих людей смогут найти себе работу, говорят экономисты. Политика интеграции, которую проводит правительство, очень позитивно влияет на рынок труда. Все больше беженцев соглашаются учить немецкий язык и идти на переквалификацию, чтобы быстрее найти работу в самых затребованных сферах. Конечно, это может вызвать политические дискуссии, но с экономической точки зрения это хорошо. Между тем, отмечают эксперты Open Political Economy Network, государственные расходы на помощь беженцам лишь улучшают экономику Германии. Каждый евро, вложенный в обучение и трудоустройство соискателя убежища, в ближайшие пять лет принесет в два раза больше, почитали эксперты. А это укрепит рост немецкой промышленности в долгосрочной перспективе. Именно это стало одним из главных факторов экономического роста в первом квартале. Центральное статистическое управление стран Балтии обнародовали данные о зарплатах в Латвии, Литве и Эстонии. В Латвии средняя месячная зарплата в первом квартале этого года составила до вычета налогов 827 евро, в Литве чуть меньше – 748 евро, а самая высокая средняя зарплата в Эстонии – 1091 евро. Также чиновники подсчитали, насколько зарплаты выросли по сравнению с прошлым годом. Получилось, что прирост средней зарплаты в Латвии был самым маленьким среди стран Балтии. Она увеличилась всего на 5%, в Литве – почти 7%, в Эстонии – более чем на 8%. Во всех трех странах Балтии с 1 января 2016 года была повышена минимальная зарплата. В Латвии она повышена с 360 до 370 евро, в Литве – с 300 до 350 евро, а в Эстонии – с 390 до 430 евро. Месси – подсудимые. Судебный процесс против футболиста Лионеля Месси и его отца Хорхе Месси начался сегодня в Барселоне. Их обвиняют в уклонении от уплаты налогов. На открытие процесса прибыло около 200 журналистов со всего мира. Но увидеть самих обвиняемых им так и не удалось. Согласно испанским законам, обвиняемые не обязаны являться на заседание, пока их не станут допрашивать. Так что оба Месси планируют появиться в суде только 2 июня. Пока туда прибыли их адвокаты и вынуждены были отбиваться от атак журналистов. Хорошо, все хорошо. Они придут, когда наступит их черед отвечать на вопросы. Они спокойны. По данным прокуратуры, в период с 2007 по 2009 годы Лионель Месси и его отец не доплатили налогов на сумму в более чем 4 миллиона евро. Для уклонения от уплаты налогов футболист использовал сеть подставных компаний в Уругвайе, Белизе, Швейцарии и Великобритании, уверены обвинители. В случае признания виновным Месси грозит почти 2 года решения свободы. Сам футболист ранее заявлял, что никогда не считал контракты, которые подписывал, а финансовыми вопросами занимался его отец. Но после начала расследования все же заплатил в налоговые органы 5 миллионов евро в качестве, цитата, «корректирующей процедуры». Снова не повезло. Полузащитник Дортмундской Боруссии Марк Ройс не вошел в состав сборной Германии на Евро-2016 из-за травмы. Об этом сообщил главный тренер Будды Сима Йохим Лев. Спортивные обозреватели уже назвали Ройса неудачником. Чемпионат мира в Бразилии 2 года назад он тоже пропустил и тоже из-за травмы. К тому же неутешительные новости о его неучастии в Евро-2016 прозвучали в день рождения футболиста. Сегодня он отмечает 27-летие. К сожалению, у Ройса слишком серьезные проблемы со здоровьем. Он может только бежать прямо, ведь все еще испытывает дискомфорт в области бедра. Помимо него на чемпионат Европы не поедут защитник Хофенхайма Себастьян Руди и полузащитники Байера Юлиан Брандт и Карим Белараби. А вот ранее получившие травмы футболисты Бастиан Швайнштагер и Матс Хуммельс отправятся во Францию, потому что уже оправились. В окончательном списке участников Евро 23 футболиста. В составе защитников будут среди прочих Жером Буатенг, Матс Хуммельс, Бенедикт Хеведес, Эмре Джан, полузащитники Масут Азил, Сами Хедира, Тони Кросс, Бастиан Швайнштагер и другие. Нападающие Томас Мюллер, Марио Гетце, Марио Гомес, Лукас Подольск и Лерой Сане. На воротах будут Мануэль Нойер, Берн Тлино и Марк Андреттерштеген. Что касается молодых подающих надежды футболистов, которые были заявлены в предварительный состав, но не вошли в окончательный список, это Вейгли, Кимих, Сане, то я хочу сказать, что у них еще все впереди. Это решение не направлено против троих игроков. Это ради 23 игроков, которые поедут на чемпионат. Игроки немецкой сборной говорят, несмотря на победу на чемпионате мира в Бразилии в 2014 году, расслабляться на Евро не стоит. Конечно, после такого большого триумфа, как в Бразилии, немного позволяешь себе порадоваться. А настрой уже не такой боевой. Но не стоит переоценивать свои силы. Нам предстоит большая работа. Чемпионат Европы по футболу пройдет во Франции с 10 июня по 10 июля. На групповом этапе Германия сыграет с Украиной, Польшей и Северной Ирландией. Первая игра с Украиной пройдет 12 июня в Лиле. Это не театрализованное представление и не фестиваль народной культуры. Это серьезное прогностическое мероприятие. Во всяком случае, с точки зрения его организаторов и участников. Шаманов. Колдуны и знахари собрались в центре перуанской столицы, чтобы узнать у духов, кто победит на американском футбольном чемпионате. Духи не заставили ждать ответа, но их решение для чирийцев неутешительно. Их собственную команду ждет разгром. В первом матче победит Аргентина. Они наголову разобьют соперников. Они будущие чемпионы. Помимо футбола, шаманы интересуются и политикой. Их фаворит – кандидат в президенты Педро Пабло Кучинский. Они колдуют, чтобы он победил уже в первом туре. Мы молимся земле, чтобы Кучинский победил, чтобы силы земли, воды, огня и воздуха защитили его. Ведь враги не спят, они нашлют на него злое колдовство. Но мы отразим атаку и будем молить духов о победе. Духи заверили людей в перьях, что с политикой все сложится лучше, чем с футболом. И Кучинский непременно станет президентом. Хоть социологические опросы и утверждают, что он отстает от конкурента на 5%. Самые точные часы в Британском королевстве. В этот день, 157 лет назад, заработал Биг Бен – один из самых узнаваемых символов Туманного Альбиона. Официально сооружение носит название «Часовая башня Вестминстерского дворца». А вот откуда пошло народное Биг Бен – до сих пор непонятно. По официальной версии, колокол назвали в честь начальника строительных работ – сэра Бенджамина Холла. За свои внушительные размеры прорабу дали кличку «Большой Бен». По другой версии, башня получила прозвище в честь силача и боксера времен королевы Виктории. По замыслу архитекторов, новые часы должны были стать самыми большими и самыми точными в мире. А их звон должен был быть слышен по всей столице. Для этого внутри башни установили 13-тонный колокол, высотой более 2 метров и диаметром почти 3 метра. Высота башни составила 100 метров. Циферблаты Биг Бена смотрят на все четыре стороны света. Сделаны они из бирмингемского опала, и каждый диаметр составляет 7 метров. В основании циферблатов латинская надпись «Боже, храни нашу королеву Викторию Первую». По периметру башни начертана фраза на латыни «Хвала Господу». Первый удар молота Биг Бен точно совпадает с первой секундой начала часа. Каждые два дня механизм проходит тщательную проверку и смазку. При этом мастера учитывают температуру воздуха и давление. Но даже эти часы иногда немного опаздывают или спешат. В среднем погрешность составляет 2 секунды. Чтобы исправить оплошность, в ход идет английский «Пенни». Положенная на маятник длиной 4 метра монета ускоряет его движение на 2,5 секунды за сутки. Добавляя или убирая «Пенни», смотритель таким образом корректирует отклонение механизма. Субтитры создавал DimaTorzok Добавляя или убирая «Пенни»? Добавляйте!